Магнетический сон Глухота его полная Никаких шумов он не слышит Тело его несчувствительно к физической боли Можно даже совершать над ним хирургические операции с полным убеждением С полным успехом Эта потеря чувствительности напоминает нам таковую же в то время, когда человек раздвояется Это первый пункт сходства между явлениями сомнамбулизма и раздвоения Вторая черта магнетического сна Ясновидение Далеко не все магнетизируемые доходят до него Здесь, как и в других случаях, явления имеют градацию, простирающуюся от нуля до бесконечности Некоторые субъекты вовсе не поддаются магнетизму, другие точно засыпают Засыпающие не всегда переходят сомнамблизм Явление это обнаруживается мало-помалу Некоторые привилегированные натуры доходят до поразительного ясновидения Которое, однако, не простирается на все, как полагали, но имеет свои пределы Ближайшее и наиболее любопытное приложение Оно находит в распознавании и болезни Если сомнамбул захворает, он видит с удивительной ясностью пораженный орган Предсказывает задолго возвращения припадков Указывает день, час и минуту их появления и их продолжительность Также требуемые лекарства и срок выздоровления Такую же способность распознавания оказывает сомнамбулы относительно тех больных В отношении с которыми их ставит магнетизер Мы находим и в магнетическом сомнамбуле Те черты, на которые мы указывали в сомнамбуле естественного Под влиянием нервного тока Обычная личность как бы исчезает И на ее месте появляется личность месмерическая Когда действие магнетизма достигает полного развития Сомнение становится невозможным Месмерическая личность представляется с такими особенностями Которые явно отличают ее от личности нормальной Как и сомнамбул естественный, так и магнетический Не узнает боли и голосу своих близких Просыпаясь, не сознает того, что делал во сне О себе со мной говорит, как о человеке, ему постороннем И очень часто в третьем лице Если спросить у таинственного собеседника его имя Он не знает, что ответить Лепесет, как трехлетний ребенок, которого спрашивают о его происхождении Делес приводит пример одной женщины, называвшейся Аделаидой Которая в сомнамбулизме не отзывалась на это имя Она называла себя малюткой, птиц А об Аделаиде отзывалась как о чужой Другие называли себя демоном, духом, душой покойника Подобное мы встречаем у медиумов и одержимых Одним словом, та личность, которая вызывает месмерический мир Совершенно отлична от той, которая подвергается магнетическим пассам Эта личность имеет еще отличительную черту, не менее замечательную Которая довершает ее обособленность от обыкновенной личности Тогда как последняя имеет своим центром головной мозг Вторая, по-видимому, локализирована в том сплетении нервных узлов Которая называется Плёс Солер Солнечным сплетением В некоторых случаях голос сомнамбула выходит точно из эпигастера Из подложечки Как если бы месмерический ток вносил жизнь в эту область Столь богатые, как известно, нервными сплетениями Вначале замечается нечто вроде борьбы между головной личностью И эпигастрической Сам намбул, которого просит прочитать несколько строк, завернутых в бумагу Не знает сначала, кому адресоваться Он кладет бумагу то на лоб, то под ложечку И большей части этим последним способом чтения и происходит Но когда вследствие особого предрасположения субъекта или значительного притока нервного эфира Месмерическая личность получает полное развитие Тогда происходит явление другого рода, довольно частое в летописях магнетизма Это раздвоение Эпигастрическая личность, чувствуя в себе достаточно силы, чтобы порвать узы, приковывающие ее к телу Освобождается от него Сам намбул впадает в экстаз и не слышит даже голоса своего магнетизера Это инертное тело Которое жизнь покинуло И напрасно магнетизер работает над ним, чтобы вызвать ее Такая литургия длится иногда несколько часов Когда сам намбул приходит в себя Он рассказывает о своих чудесных видениях И далеких странствиях по неведомым мирам И наконец, как у естественного сам намбула, так и у магнетического Ясновидение его не всегда ясно Оно имеет даже свои пятна Свои слабые и темные стороны Так что никогда нельзя иметь полной веры словам ясновидца Даже и в распознании и лечении болезней, которые как бы составляют его специальность Случается, говорит Дюпоте Что сам намбул рядом с несомненной истиной, говорят, и непостижимой ложь Дилес говорит, что на его На сто человек Консультирующих сам намбул Девяносто пять остаются недовольными Эта смесь прозрения и ошибок Являлась постоянным камнем преткновения при изучении магнетизма И дискредитировала его Ту же черту мы находим и у говорящих столов и у медиумов Каким причинам можно приписать эти темные стороны ясновидения К главному относятся, по-видимому, следующее Прежде всего, личное уравнение самого магнетизера Его влияние на сам намбул Таково, что в уме последнего бессознательно отражаются мысли первого Если у магнетизера есть установившееся убеждение Относящееся до вопроса, поставленного сам намбулу То оно непременно скажется в ответе последнего Очень часто случается и так, что к личному уравнению магнетизера Присоединяется и личное уравнение сам намбула И тогда получаемые ответы еще более удаляются от истины Но предположим, что оператор и субъект Одинаково свободны от личного уравнения Какую степень ясновидия можно будет предположить у последнего? Рассмотрим прежде, что надо разуметь под магнетическим ясновидением Мы полагаем, что его можно вообще определить так Видение на расстоянии Вы подаете сам намбулу вещь, принадлежащую лесу, живущему в Лондоне А сами вы находитесь в Париже И просите сам намбула войти с этим лицом в сношение Так, чтобы что-нибудь узнать про него Это значит, надо проложить или графную нить между двух станций Коих электрическая батарея состоит на одном конце из нервного аппарата сам намбула На другом из того же лица В котором он должен войти в сношение А деятелем служит то флюидическое вещество, которое они выделяют Это вещество образует вокруг каждого из нас атмосферу Волны которой простирается очень далеко По случаю тонкости миссмерического агента Атмосфера магнетического субъекта, будучи более деятельная, чем другая Идет ей как бы навстречу И сношение между обоими полюсами Тотчас устанавливается Из этого видно В чем должны состоять условия этой телеграфной системы Телеграфической Чтобы она действовала отчетливо Сам намбул будет видеть тем яснее, чем чувствительность его будет выше То есть более способной к восприятию эфирных волн Идущих с противоположного полюса Чем волны эти будут определеннее И чем расстояние между станцией будет короче Чтобы депеша не встретила никаких помех Которые могли бы извратить ее смысл Необходимо, чтобы На эту нить не повлиял Никакой другой противоположный ток Миссмерического происхождения Для избежания этого Вы вначале и поддаете Вы Сам намбулу предмет Принадлежащий тому лесу Сношение с которым вы его приводите Этот предмет, насыщенный эманациями своего владельца Действует на магнетического субъекта таким же образом Можно сказать, как след Отдите на охотничью собаку Как только прикоснувшись к нему Он познакомился с специальными свойствами Смирического эфира Указанного ему лица Он идет по этому следу И различает его волну Среди бесчисленных эфирных вибраций Перекрещивающихся вокруг него Летопись магнетизма полны рассказов О случаях введения на расстояние Иногда крайне поразительных Автор приводит по этому поводу Один случай, бывший с ним самим В 1871 году он был в Каттерре Приятель его, находившийся в Париже Присутствие однажды на магнетическом сеансе Подал сам Намбуль письмо Полученное им от нашего автора И просил сказать, что он делает Поискав его несколько минут Она ответила, что видит его в комнате Второго этажа Сидящего за столом, читающего газету С озабоченным видом Лицом Все эти указания и данные ей описания Комнаты оказались совершенно верными Сам Намбулы постоянно представляют Подобного рода примеры Они рассказывают окружающим их лицам Что делали они в тот день Или предшествующие Иногда они сообщают Давно прошедшее И даже такие вещи, которые никому не известны Кроме того лица, до которого касаются Каким образом, естественно спросить Могут они чувствовать вибрации Давно прекратившиеся Никакое движение в природе не пропадает Оно только превращается в другое А потому оставляет следы И этих-то следов достаточно, чтобы возбудить внимание Ясновидящего Смотри, позитивизм в области спиритуализма Аксаков 1884 год Значение сомнамбулизма Если на сомнамбулизм смотреть с философской точки зрения То он оказывается интересным уже потому Что с исчезновением Исчезновением чувственного сознания нашего Наступает внутреннее наше пробуждение При котором вследствие перемещения порога нашего сознания Воспринимается нами скрытая от нас В другое время деятельность внешнего мира Почему обнаруживается и скрытая в нас В другое время способности нашего субъекта Эта способность так замечательна Что еще и теперь подвергается Нападкам со стороны рационалистического скептицизма Здесь можно ограничиться указанием На два примера того Что часто так называемый скептицизм Бывает следствием недостатка Философской рассудительности Причем эти примеры будут взяты Мною из области ясновидения Инстинктивного самоврачевания Двух самосомнабулических способностей Вызывающих наибольшее сомнение Отличительнейшая способность ясновидения состоит в том Что оно преодолевает узу пространства и времени Соответственно являясь в форме проведения И предвидения В форме проведения Рационалист считает это невозможным Однако очевидно, что мы, не зная Что такое пространство и время Не имеем и никакого права утверждать Что победа человека над ними При помощи некоторых анормальных познавательных процессов Невозможно Только невежда думает, что знает, что такое пространство и время Философ же сознается в своем относительной их неведении Если же он по-кантовски посмотрит на них только Как на форму нашего познавания То с этой точки зрения С точки зрения трансцендентального идеализма Для него сейчас же сделается вполне возможным ясновидение Почему и верил в него Смотревши на него именно так Шопенгаор Еще более сильным нападком со стороны врачей Подвергается обнаруживающийся у самнамбулов Инстинкт самоврачевания Но для признания его достаточно только обратить внимание На повседневные явления голода и жажды Чувство голода и жажды побуждает организм К восстановлению временно израсходованных сил Но вызываемое ими ощущение потребности в устранении их Имеет вполне общий характер То есть стремление к устранению голода и жажды Не направлено на определенные химические вещества Поэтому голод и жажда представляют легкие болезни Для врачевания которых природа и возбуждает в нас Общее, не переходящее еще в представление Об определенном лекарстве ощущение потребности в лечении Но когда они достигают высокой степени Тогда возбуждается способность представлений И наступает узрение лекарства Так томящийся жажды степной путник Видит вокруг себя источники ручьи Так пред Тренкем рисовался в Магдебургском звездочном шансе Роскошно уставленный кушаньями стол Но когда перемещается порог сознания То есть утончается способность восприятия Тогда определяется и вызываемое голодом И жаждой ощущение потребности В устранении их Является видеть симпатии и антипатии Определенно направленные инстинкты И характеризующие известные болезни Или беременность Причем в последнем случае Симпатии и антипатии Даже противоречат обыкновенным склонностям женщины И вызывают потребности ребенка У самнамбл При высоко усиленной внутренней жизни Их ощущение потребности организма Определяется еще более Так как у них перемещение порога сознания Очень значительно То их сознание воспринимает Такие потребности Которые у других людей Или остаются под порогом их сознания Или воспринимаются сознанием их Только в виде неопределенных ощущений Значит тот, кто считает инстинкт Самоврачевания самнамбл Непонятным чудом Должен, если желает Оставаться последовательным Признать столь же непонятными Такие же, как и этот инстинкт Только количественно отличные от него И менее определенные Самоврачевательные инстинкты людей Испытывающих голод и жажду Последние инстинкты Понятны для нас потому Только, что мы Пригляделись к явлению И применяем Обычность Принимаем его За его ясность Мы, как говорит Сесарон Не ищем ничего позади того Что постоянно видим Инстинкт самоврачевания Присущ не только самнамбулам Но и людям, находящимся Во многих других состояниях Отличительной чертой которых Служит перемещение порога сознания В чем лучшее доказательство того Что он основывается на этом перемещении А именно обыкновенным Сновидцам Горячечным, больным, сумасшедшим И бесноватым Которые, включаясь сюда На основании одного примера Приведенного горстом Не всегда инстинкт Самоврачевания Бывает направлен на лекарственные Вещества Например У бесноватых часто является Вдруг потребность В быстром вращательном движении Это движение При так называемой Пляске Дервиши Является средством К возбуждению Самнамбулизма Если же обратить внимание На то Что его нередко Предписывают себе И самнамбулы То станет ясно Что в основании Его лежит потребность Усилить самнамбулизм То есть углубить сон Подобным же образом Можно доказать И относительно прочих Способностей самнамбулов Что они представляют собой Только развитие способностей В зачаточном виде Наблюдаемых у человека Находящегося уже В состоянии Обыкновенного сновидения Даже бодрствования Например При Идиосинкразиях Так что только тот Кому неизвестно Тенесшие Ступени Лестницы Одну из высших ступеней Которые представляют Самнамбулизм Может думать Что надо бы относиться Скептически К последнему Но существование Этих низших ступеней Служит также доказательством Того Что самнамбулизм Не рождает в человеке Новых способностей Но перемещая Порог его основания Только дает возможность Уже существующим У него способностям Выходить из скрытого состояния Что касается Органа и образа Восприятия Самнамбул То это еще Очень темный вопрос Так как сознание Головного мозга Их находится В полном бездействии И так как Между психическими Функциями их И происходящими В их Гонглиозной системе И изменениями Наблюдается Такая же Параллельность Какая существует Между психическими Функциями Бодрствующего Человека И происходящими В его головном мозгу Изменениями Хотя материалисты Думают Что на эту Последнюю Параллельность Можно смотреть Как на причинность То Гонглиозная система С центральным узлом И ее Солнечным Солнечным Сплетением Считается Органом Их восприятия Остановимся Здесь на минуту Чтобы Суждение О сомнобулизме Не впасть В такую же Погрешность Какую Впали материалисты Суждение О духе Бодрствующего Человека Материализм Принимает Условия Развития Духовной Деятельности Человека За причины Ее возникновения Он считает Обнаруживающий При посредствии Органа Нашего тела Деятельность Свою Дух Наш Функции Этих органов При здоровом Состоянии Головного Мозга Духовная Деятельность Наша Нормальна При Нездоровом Ненормальна Отсюда Материалисты Выводят Заключение О тождестве Нашего Духа И деятельности Нашего Головного Мозга Но Познаем Душою В области С подложечкой Лицами Безраздей Хотя и есть Голова Но Она Как будто Перешла В желудок Что Гонглиозная Система Может заменять Мозговую И это Обнаруживается Уже в животном Царстве Например у Моллюсков И у таких Насекомых Которые при Недостаточно Развитых Чувствах Обладают Высоко Развитыми Инстинктами Но Головной Мозг И Солнечные Сплетения Эти фокусы Двух Нервных Систем Представляют Вместе с тем И те части Человеческого Организма Которые Магнетизируются Самым Действительным Образом Их Антагонизм Изображен Уже Ведаической Философией Основное Учение Веда Состоит В том Что Человек У которого Умершлен И чувства В лоне Сердца Вмещает Всеведение Оттого И восхваляются Йоги Что Он Достиг Единения Йога В сердце Вообще Между Показаниями О своем Состоянии Наших Саннамбул И тем Что сказано В ведах О йоге Можно Провести Так Много Параллелей Что Очевидно В обоих Случаях Говорится Об одном И том же Так Например В ведах Говорится Сон Для всех Остальных Существ Для Подвижника Бодрствования День Ножи 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 Без Созерцающего Муни Подобным Же Образом Говорит И Приворское Ясновидящее В таком Состоянии Говорит Она Я Не Грежу Нет Нельзя Считать За сон Такого Состояния Оно Может быть Названо Сном По отношению К внешнему Миру Относительно Мира Внутреннего Это Наяснейшее Бодрствование Точно Тоже Заявляют И Другая Сам Намбула Говоря Всего Менее Может быть Названо Сном Такое Состояние Это Наяснейшее Бодрствование Когда Говорит Соведах Что Кто Соединился С Брамой У того Взор Направлен К Меж Бровию То Уже По этому Внешнему Признаку Мож Догадаться Что Здесь Речь Идет О Сам Намбулизме В котором Зрительные Оси Всегда Бывают Направлены К Переносице В таком Состоянии Ксадо Согласно Ведам Пробуждается В лоне Сердца Внутреннее Лицо Отличное От лица Живущее Бодрственной Жизнью Так Как Первое Созидая Своё Тождество Существом Со Всеми Существами Последнее Есть Гордое Занятое Собою Я Ведах Даже Намечено Уже Теория Мисмера Ибо Тот Самый Эфир Который Находится Вне Человека В мировом Пространстве Существует В малом Пространстве Внутри Человека В сердце Его Это Это Есть Дух Кто На лоне Сердца Вмещает Знание Этого Всего Тот Сбрасывает С себя Здесь На земле Оковы Неведения Таким Образом Веды Ясны Насчет Того Что Внутренне Пробуждающиеся В сомнамбулизме Сознание Есть Нечто Другое Чем Чувственное Сознание Низшего Я Нашего Но И Сомнамбулическое Сознание Нуждается В носителе Его А так Как Лицо Чувственного Сознания Наше Я Не Есть Этот Носитель То Мы Должны Различать Я И Душу Лицо И Субъект Ибо Как Говорит Аристотель Вопрос О Существовании Души Имеет Решающее Значение Вопрос О том Не Встречаются Ли В числе Действий И Страдательных Состояний Нашего Субъекта Такие Которые Не Принадлежат Телу Но Существование Таких Функций Доказывается Многими Явлениями Сомнамбулизма Поэтому Доставляя Сомнамбулизмом Доказательства Существования Души Имеет Гораздо Большую Убедительность Чем те Которые Содержатся В системах Философии Содержащемуся В системах Философии Учения Души Должен Быть Дан Другой Вид Ибо Сомнамбулизм Доказывает Что Между Душой И Я Субъектом И Лицом Существует Большое Различие Тогда Как В системе Философии Они Отождествляются Естественно Что Последний Взгляд На душу Не мог Устоять В борьбе С материализмом Утверждающим Что Чувственное Сознание Как Связанное С организмом Должно Вместе С ним И уничтожить Что Я Представляет Собою Нереальное Существо А только Состояние Продукт Нашего Организма Возразить Против Этого Нечего С этим Согласны Даже Пантеистические Системы Философии Но Материализм Остается Победителем Только В борьбе С Учением О душе О Тождествляющем Душу И Я Он Бессилен В борьбе С тем Учением О душе Которая Полагает Душу В основании И Неосознаваемых Нашим Я Функции Нашего Тела Которая Смотрит На нее Как На Производителя А не Как На Произведение Тела Весь Же Организм Купно С Чувственным Сознанием Считает Приходящие Формы Явления Этой Души Перед Такой Лежащей За пределами Нашего Самосознания Душою А Обнаруживающейся С полнейшей Ясностью В сомнамбулизме Материалистические Аргументы Вполне Бессильны Глава Четвертая Гипнотизм Понятие О гипнотизме Если Поместить Перед глазами Какого-либо Субъекта Говорит Море На небольшом Расстоянии От его лица Блестящий Предмет Например Располированного Металла Или Пристанно Глядя Ему В глаза Мешать Ему Видеть Окружающие Предметы Или же Стараться Поразить Чем-нибудь Воображение То Если Это лицо Обладает Слабым Нервным Сложением И Сосредоточивает Своё Внимание На Мерцающем Перед Ним Предмете Оно Впадает В каталептическое Состояние Аналогичное Тому Какое Наблюдается При вдыхании Анестезирующих Веществ Члены Его Становятся Ригидными Ацепенилами Или Приходит Состояние Более Или Полного Расслабления Болевая Чувствительность Понижена Или Совсем Уничтожена Между тем Как Некоторые Чувства Например Слух И Осязание В некоторых Областях Тела Становятся Особенно Восприимчивы К Внешним Впечатлениям Воспринимаются Самые Слабые Звуки Получаются Реакции На Самые Слабые Раздражения Как При Некоторых Каталептических Состояниях Возникают Грёзы И Галлюцинации Явление Описанное Море И Происходящее Приуказанных Им условиях Получили Наименование Гипнотических Они Недавно Только Стали Изучаться С научной И строго Рациональной Точки Зрения Более Всего Света Пролили На этот Любопытный Отдел Патологии Нервной Системы Труды Бреда Филипса Жирот Илона Демарка Азама Шарко Димон Палье И Маньера Кюльера Бон И Других Исторический Очерк Если Изучение Гипнотических Явлений Стало На научную Почву Только Недавно То Самые Факты Известны Уже Давно В древности Средние Века В прошлом Столетии Гипнотизмом Часто Пользовались Магики Колдуны Приписывавшие Божескому Или Дьявольскому Вмешательству Галлюцинации И другие Явления Наблюдавшиеся У гипнотизированных Субъектов Различные Виды Гадания Древних Гидромантия Или Ворожба Посредством Воды Котом Промантия Ворожба Посредством Зеркалу Леканомантия Ворожба Посредством Бассейна В который Кидали Золотые Или Серебряные Пластинки Лихномантия Ворожба Посредством Ламп Кристалломантия Ворожба Посредством Кристалла Основаны Были Очевидно На впечатлении Производимые Блестящими Предметами При Сосредоточенном Созерцании Их к прорицателям, приведенным в особое душевное состояние усилием собственной воли, а в некоторых случаях вдыханием известных веществ. Апулей, апологи, рассказывает по ворону, что троллейцы во время войны с Митридатом обратились к прорицателям, и ребенок, глядя на опущенные в воду изображения Меркурия в 160 стихах предсказал им результат войны. В самом деле, древняя магия пользовалась за своих целей преимущественно детьми. Точно так же детьми пользуются для своих чар Талебы на Востоке. Выбор этот, с нашей точки зрения, вполне основателен. Впечатлительные организации, каковы организации детей и женщин, особенно благоприятны для произведения и явлений этого рода. Названный мною сейчас древний писатель Апулей, задает себе вопрос, почему дети оказываются особенно пригодными для ворожбы, и дает на него ответ, соответствующий философским и религиозным воззрениям того времени. Но мы, видя ежедневно, с какой легкости лица нежного сложения женщины и дети приводятся в гипнотическое состояние, понимаем, почему древние маги пользовались для своих целей преимущественно детьми. Ворожба посредством зеркал сопровождалась обрядами, имевшими целью привести прорицателя в состояние благоприятное для появления галлюцинации. По-видимому, для этого употреблялись пост, благовонное курение и заклинание, до сих пор еще употребляемые преемниками древних магов на Востоке. Зеркало обливается духами, прорицатели постятся в течение семи дней и пребывают все это время в полном уединении.